Время, которое мы не знаем, мы не знаем, что мы не знаем. Мы получали через агентурный аппарат сведения о нахождении бандформирования складов и так далее. Дальше вступали в взаимодействие, ну это постоянно было взаимодействие с нашей советской армией и организовывали туда рейды, чтобы по уничтожению вот этих объектов. Несмотря на достаточно обширную аудиторию, урок мужества в видовской школе номер два проходил не в форме лекции, а скорее как беседа. Ребята напрямую спрашивали то, что больше всего интересует именно их в этой довольно непростой теме. В современном обществе сейчас двоякое отношение к афгатской войне. Некоторые сомневаются в ее целесообразности, кто-то даже называет ошибкой. Валерий Федорович на эту тему не говорит вообще. Военные приказов не обсуждают, однако утверждают, что войной в классическом понимании этого слова те события назвать нельзя. Война это когда две армии, танки, пехота идет и прочее. А здесь по существу была борьба против партизанского движения. Он днем с кедменем, а вечером с автоматом. Воюют там сейчас американцы, говорит Валерий Федорович. А мы помогали законному правительству и прежде всего созидали. Мы строили объекты, там более 300 объектов мы там строили. Потом поднимали медицину, образование, геология разведка велась. Там богатейшая страна Афганистан. Ветеранов Афганистана в Ленинском районе сотни, и никто из них не забыт. А в субботу 16 февраля все, кто помнит Афганистан, соберутся в 11 часов на Аллее Славы. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.